Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 34-й главе книги пророка Исаии Иерусалимского. Еще одна, может быть, чуть более поздняя проповедь в эпоху борьбы между Иерусалимом, Ассирией, ну и вовлеченных в эту всю политику народов. Вот еще одна проповедь, где, как и в других случаях, пророк начинает говорить о судьбах окружающих, окружающих народов, о гневе Бога, о гневе Бога. И затем после этого переходит к разговору о том, что, ну, Бог определил, Бог захотел помиловать Израиль, и вот это помилование так или иначе описывается с разной степенью поэтичности. Так и здесь, вот в 34-й главе, как раз находится первая часть такой проповеди по структуре. «Приступите народу, слушайте и внимайте племена», — говорит пророк. «Гнев Господа на все народы и ярость его на все воинство их». Речь таким образом идет о том, что все народы так или иначе ответственны перед Богом и так или иначе перед Богом повинны. Строго говоря, в предыдущих главах речь шла о том, в чем именно эти народы языческие, по большей части перед Богом повинны, в том, что они не хранят правду, милость и правосудие, как и Израиль, который тоже подвергается разнообразным бедствиям, потому что не хранит милость и правосудие. Ну и вот он предал их заклять и отдал их на заклание. И это коснется вообще всего мира буквально. И тогда небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет. Вот всю ту грандиозность, которую люди пытаются созидать, Господь видит, как нечто крайне ненадежное и хрупкое. И вот небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет. Это на самом деле важная очень вещь. Просто, знаете, если ты об этом забываешь и начинаешь гордиться и упиваться величием достижений, собственных или коллективных, ты выпадаешь из реальности, а значит, выпадаешь из руки Божьей. И в частности, в первую очередь, здесь слово Господне обращено против эдомитян, или как потом будут называть эдумеями, против эдомитян соседнего с Израилем народа, родственного, близкого, которые все время враждуют с иудеями. И вот Господь говорит, меч Господа наполнится кровью, день мщения у Господа, год возмездия за Сион. Речь идет о том, что набеги, грабежи эдомитян не будут оставлены безнаказанными, и Господь приходит для возмездия за Сион. Ну, это Верхий Завет. Поэтому здесь, в общем, нет рефлексии на тему, а так ли хорошо такое возмездие. Более того, здесь очевидным образом страдающий израильтянин пытается себе самому говорить о том, что «ну вот, Бог отомстит, Бог отомстит за меня, за мой народ, за мои страдания». Ну, в конечном счете, конечно, да. И в то же время другие пророки, особенно после этой эпохи, будут говорить, что не все так одномерно и прямолинейно. Читая эти, в общем, очень жестокие строки 34 главы, обо всем этом важно помнить. Господь говорит о эдоме, что никого не останется из знатных, кого можно было бы призвать на царство. Зарастут дворцы, и землей завладеют филин и ворон, и летучие змеи, потому что так будет соответствовать правде Бога. Так утверждает пророк здесь, в этом месте. Понимаете? Отыщите, говорит Господь, в книге Господней и прочитайте. «Ни одной из стих не применит прийти». Речь идет о повелениях Бога, о нравственных требованиях, которые Бог предъявляет. Ни одна заповедь не придет из закона. И эти требования, которые повелел Бог, вот они определяют судьбу народа. Но только речь идет об эдомитянах, а не иудеях. Оказывается, вот те же самые требования правды и милости, которые можно прочитать в книге Господней, те же самые требования, в общем, выдвигаются и в отношении эдомитян. Речь идет не о культе как таковом, а речь идет о нравственном состоянии этого народа. Субтитры создавал DimaTorzok